Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко! В этом видео вы узнаете, что есть всего 4 основных ошибки. Совершив любую из них, причем вне зависимости от вашего уровня здоровья, можно легко и быстро умереть от инфаркта, инсульта, острой сердечной, либо сосудистой недостаточности. Представляете, какая значимость этого видео для любого и каждого из вас? И реально не имеет значения, вы находитесь под наблюдением врача-кардиолога, который выставил вам один или несколько из известных сотен кардиологических диагнозов. И вы проводите у него лечение ветососуистой дистонии, либо лечение гипертонической болезни, либо лечение ишемической болезни сердца, лечение порока сердца. Не имеет значения диагноз. Имеет значение правильное отношение вас к своему здоровью, и понимание и несовершение этих ошибок. Несколько неопределеннее ситуация, когда человек считает себя абсолютно, либо относительно здоровым, и реальное состояние сердечно-сосудистой системы неизвестно. И самое печальное для тех, кто регулярно обследуется, врач-кардиолог говорит, что вы абсолютно здоровы, и в этом случае совершить любую из этих ошибок смертельно опасно. И на первое место я бы поставил ошибка номер один. Это нарушение правильного питания сердечной мышцы. Почему это важно? Напомню вам физиологию. Заодно сокращение сердца выбрасывает примерно 100-150 мл крови. Если у вас пульс 70 ударов в минуту, за сутки ваше сердце совершает 100 тысяч сокращений, и при этом обеспечивает циркуляцию 10-15 тонн крови. Для выполнения такой гигантской работы всегда нужно обеспечить правильное питание сердечной мышцы. Если вы считаете, что вы обеспечили правильное питание сердечной мышцы, ну, я вам скажу, есть очень простой тест. Это обычная электрокардиограмма. Что вам даст кардиограмма? Вы не обязательно должны быть кардиологом и самостоятельно расшифровать всю кривую. Достаточно прочитать описание. И на что нужно обратить внимание? Есть или нет одна из тех фраз, которые я сейчас скажу. Метаболические изменения миокарда, дистрофические изменения миокарда, склеротические изменения миокарда, диффузные изменения миокарда. Очень мне нравится такая фраза «возрастные изменения миокарда». О чем говорит, или что хотел сказать вам кардиолог, написав одну из этих фраз? А он хотел сказать, что если у вас есть метаболические изменения миокарда, то вы не обеспечили правильное питание сердечной мышцы. Но! Относительно на небольшой срок. Иными словами, сердечная мышца работает, питается не самой лучшей кровью, но она работоспособна. И вам нужно внести небольшую коррекцию в свой режиме рацион питания, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Если вы прочитаете дистрофические изменения миокарда, напомню, дис – нарушение трофика питания, то есть более глубоко зашедшее нарушение питания сердечной мышцы. И, как правило, на этом этапе уже сократительная способность сердечной мышцы снижена. Если вы увидите описание склеротической изменения миокарда, то это говорит о том, что часть сердечной мышцы безвозвратно погибла. И у вас наверняка уже есть явление хронической сердечной недостаточности. И ваши возможности вашей сердечно-сосудистой системы ограничены. Диффузные изменения миокарда – понятно. Это более значимая проблема. Потому что предыдущие изменения могли быть в какой-то небольшом участке или объеме сердечной мышцы. А диффузные – это страдает вся сердечная мышца. Как обеспечить правильное питание сердечной мышцы? Врач-кардиолог ответит просто. Диета номер 10 по Певзору. Действительно, 10-й кардиологический столб по Певзору обеспечивает более комфортные условия для работы всей сердечно-сосудистой системы. Но не учитывает как минимум состояние вашей пищеварительной системы. Если у вас есть гастрит, гастрододонит, язвенная болезнь, панкреатит, дискинезия желчного, желчекаменная болезнь, то с наибольшей вероятностью диетическая пища вами полноценно переварена не будет. А значит достанется патогенной, либо условной патогенной микрофлоры кишечника. И несущественно, кто развивается на вашей пище, существенно одно. Усилился у вас метеоризм, либо вздутие живота, либо нет. Если появился метеоризм, либо вздутие живота, то это говорит о том, что микрофлора съела часть полезных питательных веществ из диетической пищи и снабдила вашу кровь токсичными продуктами жизнедеятельности. И если у вас есть нарушение работы печени, а именно жировой гепатоз, стеатогепатит, то с наибольшей вероятностью токсины попадают в кровь. Увеличивается вязкость крови, и диетическое питание для сердечной мышцы становится опасным для вашей жизни. И вам как минимум нужно знать, как улучшить работу печени, чтобы токсины из кишечника не попадали в кровь, не увеличивали вязкость крови. Одно из решений, одна из опубликованных мною книг, что делать, если у вас есть печень, либо обновленный вариант, что делать, если у вас есть печень и почки. А лучше я бы советовал вам обратиться к врачу, диетологу, либо гастроэнтерологу, чтобы скорректировать диетический стол, в зависимости от особенностей работы вашей пищеварительной системы. Конечно, если вы лечите столько у врача-кардиолога, он может обратить внимание, что не все из диетического питания попадает вам. Возможно, вам не хватает калия, магния, и значит соответствующие препараты возможно скажет вам нужны омеги. Ну, например, супер-омега. На! И магний, и ненасыщенные жирные кислоты, они попадают в ваш организм благодаря хорошей работе печени. И в этом случае для того, чтобы вот эту супер-омегу увидели ваши сосуды и ваши сердечные мышцы, а не оказалась она в канализации, не усвоенной из пищеварительной системы, вам вновь нужно улучшить работу вашей печени. И выбор делаете сами. Куда попадет эта супер-омега? Вашим сердцем и сосудом, либо в канализацию? Конечно же, очень важный элемент системы, когда занимаются лечением вегетососудистой гистонии, очень часто совершают грубейшую ошибку. А именно, когда у определенного человека снижено артериальное давление. Я, как врач-системщик, понимаю, что гипоталамус у этого человека пытается поддерживать обменные процессы на оптимально низком уровне, на самом безопасном уровне для него. А вы хотите работать лучше? Хотите работать интенсивнее? И есть очень вредный совет? Выпейте чашку кофе либо чашку чая, чтобы поднять артериальное давление. Иными словами, перевести свой организм на более экстремальный уровень активности. Чем это может закончиться? Да очень просто! Гипотония показывает слабость сердечной мышцы. Сделайте кардиограмму, и вы найдете одно из тех определений, о которых я говорил в начале видео. Метаболические, дистрофические, диффузные изменения миокарда. В этих условиях сложно вести режим интенсивнее строгого постельного. Если вы выпьете чашку кофе либо чая, содержащийся там кофеин, заставит сердечную мышцу работать в экстремальных условиях под более высоким артериальным давлением. И может у мужчин закончиться острой сердечной недостаточностью, а у женщин острой сосудистой недостаточностью. Если вы не знаете все кофейные тесты. Одна из опубликованных мною книги-брошюр «Кофе, рейши, алоэ, вера и ваше здоровье». В этой книге 68 кофейных тестов. Каждый из них показывает ваше отношение к кофе. Иными словами, насколько кофе может изменить ваш уровень здоровья в сторону улучшения, не вызвав у вас проблем со здоровьем и проблем с жизнью. Более 20 тестов показывают на абсолютную неготовность вашего организма к употреблению тектонизирующих напитков. И это нужно знать. И гипотония это одно из противопоказаний для употребления кофеин, содержащих напитков. Напомню, с точки зрения классической медицины гипотония это снижение сократительной способности сердечной мышцы. Это одна из стадий. Более значительная стадия, когда на фоне гипотонии появляются холодные кисти рук, холодные стопы ног. Это говорит о том, что мощности сердечной мышцы ограничены и не может сердце теплоноситель закачать в кисти и в стопы. Здесь есть шунт между артерией и веной. Кровь сбрасывается. Уменьшается объем тканей, который обеспечивает сердце, потому что не может больше объем обеспечить. И очень опасно в этих условиях даже руки греть, когда вы пьете чашку чая. Вы расширили сосуды, вынудили сердце и сюда доставить кровь как теплоноситель и могут быть серьезные проблемы. Вы греете руки, а ваш ангел-хранитель делает непрямой массаж в сердце. Пытается помочь сердечной мышце лучше сокращаться. Поэтому лучше с гипотонией бороться по-иному. Иными словами обеспечить правильное питание сердечной мышцы. А также нужно знать при кардиологических заболеваниях и иные факторы. Три оставшихся фактора, которые также так или иначе могут создавать угрозу для вашей жизни. Но об этом вы узнаете в следующих видео на моем видеоканале. Если это видео принесло вам пользу, не забудьте поставить на это видео лайк. Если вы считаете, что ваши друзья, знакомые, родственники возможно не все знают про правильное питание для сердечной мышцы и рискуют своим здоровьем и даже жизнью, сделайте репост. в этом видео вскоре появится ссылка на следующее видео, в котором я расскажу об опасности других причин, которые также могут вызвать со стороны сердечно-сосудистой системы уж очень серьезные изменения и она может с ними не справиться. Но об этом вы узнаете в новых видео. Чтобы вы это видео не пропустили, не забудьте поставить это видео в закладки. Можете поместить в избранное. Если вы не подписчик моего канала подпишитесь. Более 800 видео в бесплатном доступе. Так или иначе относящихся к системе правильного питания. И вы можете попытаться самостоятельно составить себе диету для того, чтобы обеспечить вашему сердцу а заодно и всему организму более правильное питание. До новых встреч на моих видеоканалах доктор Скачко и школа доктора Скачко это YouTube а также школа доктора Скачко в Instagram. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Скачко Скачко